здравствуйте с вами влог ничего святого с сергеем боярковым я тут художник который может обидеть каждого медным тазом рамштайна накрывается репутация зеленского побрезговал байден просто побрезговал ехать к этому божеству а зачем ну серьезно зеленский приезжает ну на тот же там саммит в латвии и обещает рассказывает в риот он говорит что я не буду назначать своего человека на счетную палату я назначу кого-то и назначает свою там ближайшую чувиху которая подруга его жены которая отвечает там ее там родственница за виллу зеленского на средиземном море а зачем ехать к этому божеству все прекрасно понимают что общение зеленским токсично не обучаемый глупый самовлюбленный мстительный и к сожалению принесший колоссальный вред украине левый штрут с ним брезгуют общаться западные лиры они прекрасно понимают что когда закончится вот эта вот большая выборная кампания есть такое наше несчастье да вот мы попали в тот период когда выборы проходят всюду и везде надо сказать честно ведь наши западные партнеры конечно же в первую очередь обязаны думать про себя и свои страны про свои народы не про нас никто про нас не должен думать кроме нас в первую очередь мы всегда будем вторичны для евросоюза для соединенных штатов когда зеленский говорил я вам ничего не должен а только кроме папы и мамы он приблизительно объяснил логику которая в мировой дипломатии в мировой политике имеют место быть когда зеленский рассказывает своим избирателям своим журналистам что он нам ничего не должен он конечно негодяй потому что он должен ты змееныш идешь в президенты украины значит должен всем ты наш наемный менеджер нам ты должен ты должен нам а не им больше того ты когда приходишь в качестве президента украины вступаешь в должность садишься в кресло ты уже нам 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 гаденыш ты тупорылый должен больше чем маме папе и своим детям ты становишься гарантом конституции государственным деятелем и тебя тварь в первую очередь должна беспокоить твоя должность гарант конституции ты должен жертвовать своим личным временем своими друзьями своей семьей и даже черт побери своими детьми во имя нации это мы с вами понимаем это понимают лидеры европы соединенных штатов а тупорылый квартальный клуб не понимает он живет для себя для своих эффективных менеджеров для бабосиком корпоративчиков смотрите мы оказались в идиотской ситуации когда тупое большинство ну большинство не может быть умным ну давайте скажем честно если мы возьмемся за определение кто такой умный человек но умный это тот кто очевидно умнее среднего уровня правильно есть средний уровень есть глупый уровень умные всегда меньшинстве зеленский не президент умных нет он не президент умных часть умных сдур за зеленского проголосовали они сказали да мы сдуру проголосовали голову посыпали пеплом публично сказали мы ошиблись посмотрите сколько людей говорит что дайте мальчику сто дней он перспективно он еще молодой у него у него уж перспективы это не обучаемые люди я давно понял что часть людей кстати подписчики мне мне подсказали в одном из комментариев не один из подписчиков говорит ведь сергей владимирович говорит вот вы вызываете к разуму к интеллекту в способности развиваться вы говорите правильные вещи но вы не понимаете есть существенная часть людей которые единожды восприняв какую-то точку зрения больше никогда не смогут ее изменить вот они не в состоянии учиться и меняться в большей части избирателей зеленского то есть на сегодняшний момент я не могу себе представить умного там достойного продвинутого обучаемого сторонника зеленского в шестой год войны я вынужден констатировать факт что любой кто до сих пор оголтерло верит на сто процентов и говорит что зеленский молодец поддерживать зеленского эту дурень я кстати ни на секунду не верю этому опросу к миса потому что там самом деле есть две категории не просто там там доверяют зеленскому пятьдесят девять процентов я хочу развенчать вот этот миф о доверии зеленскому действительно априори безоговорочно там доверяют процентов 16 18 есть часть людей которые доверяют частично но они доверяют потому что все-таки верховный главнокомандующий и все-таки надо поддерживать инерцию мы поддерживаем власть против войны путинской и мы должны вот как бы а есть часть людей которые всегда поддерживают власть вне зависимости от и я не верю в эти данные потому что часть людей даже по моим знакомым они не очень хотят кстати то что происходит в россии при опросе они бы не хотели ответить так чтобы их ответ впоследствии мог был быть бы использован как повод для наезда на их бизнес чтобы там были проблемы на работе а веры в то что эти ответы честные ответы не смогут навредить в этой веры нет все таки мы наследники вот этого постсоветского постсталинского постбрежневского немножко гулага даже по моим знакомым я вижу что некоторые говорят ну как говорит ты действительно не боишься говорить то что ты думаешь и вот этот вопрос объясняет почему зеленский до сих пор имеет и такую поддержку очень часто латентную просто есть поддержка из боязни как бы чего не вышло вот люди как бы вот вопросе на всякий случай мы лучше поддержим то что они на выборах поведут себя совсем не так как они ответили в вопросе это уже проблема социологии потому что социология это очень интересная очень тонкая изменчивая наука ну собственно говоря опять как говорят специалисты ну история это не совсем наука социология тоже не совсем наука потому что вся социология показывала что свобода когда-то вот когда янукович делал выборы она вообще может не пройти в верховную раду в десятом году по моему но тем не менее в десятом году свобода взяла не просто там пять шесть процентов да многие социологи считали что они не пройдут барьер она взяла 11 почти 12 и пришлось в донецке в луганске там в мариуполе там регионалом просто уменьшать на зло ну потому что ну как может быть им было стыдно что у них такие показатели они просто лезли из кожи вон уменьшали показатели потому что им было страшно перед януковичем показать эти цифры свобода тогда если бы им не подрезали крылья набрал бы процентов 14 так вот социология это наука которая не предполагает точное знание и не дает точных прогнозов социология немного похожа на прогноз погоды там гидрометеоцентр он тоже иногда ошибается также как и социология здесь невозможно предугадать иногда после проведения социологического опроса происходят события которые меняют результаты на противоположные ну социологи еще честно посчитали показали реальность уже другая друзья мои нам с вами и надо делать другую реальность потому что из резких узурпировал власть он узурпировал все ветви власти он все положил под себя это прекрасно понимает запад мы не понимают что с этим чудовищем с этим позором дальше говорить бессмысленно мы с вами должны взять эту миссию на себя результаты к миса конечно не отражают действительность в полной мере но они показывают то что мы с вами не дорабатываем и нам надо компенсировать вот этот кошмар который существует нашей работой мы должны людям четко последовательно подбирая к каждому его ключик нужно понимать ну что человек готов воспринимать что нет мы должны проводить работу и растолковывать эти элементарные для нас казалось бы вещи к сожалению для многих наших соотечественников элементарные истины до сих пор недоступны они не хотят думать кроме нас некому их заставить мы единственное кто можем заставить не американцы не немцы не французы не итальянцы не канадцы и не японцы заставить думать наших соотечественников не смогут это наша миссия поэтому давайте каждый день я это делаю постоянно я призываю вас присоединиться к этому тяжелому часто неблагодарному но так необходимому труду переубеждать наших с вами соотечественников наших избирателей наших избирателей украинских в том что надо брать на себя ответственность за судьбу своего государства и нужно открывать глаза и видеть что понос единого марафона это украденная у нас свобода слова за наши деньги это из нашего бюджета из военного сбора вот этого который хитманцев протащил финансируется вранье единого марафона мы должны противостоять вранью единого марафона мы должны каждый день с друзьями знакомыми соседями прохожими случайно оказавшимися рядом сторонниками зеленского проводить методичную работу каждый из нас должен набрать факты и спокойно рассказывать и как вода точит камень по капле точно также мы должны выполнять ежедневно свою работу наш гражданский долг поэтому друзья не забывайте подписываться на мой канал лайки комментарии репосты напишите что вы думаете в комментариях а победа будет за нами потому что за каждым из нас персонально не зажавеет